Здравствуйте! В студии Анна Туполева. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях экономики Донского региона. Итак, сегодня в программе. Французский шик Донской экономики. Чем привлекает европейских бизнесменов Ростовская область? Под единым брендом. Импортозамещение в области проходит под знаком качества «Сделано на Дону». Утки, кролики и многое другое. Новый виток развития сельхозкой операции. Канатная дорога через Дон, энергосбережение, модернизация травмайного сообщения в южно-российской столице. Эти темы стали ключевыми на встрече губернатора Василия Голубева и чрезвычайного и полномочного посла Франции в России Жанна-Мариса Рипера. Подробности у Марии Индриковой. Это первая личная официальная встреча донского губернатора и нового французского посла Жан-Марис Рипер не так давно сменил на этом посту Жана де Глинясти. Господин посол охарактеризовал сотрудничество французской и ростовской сторон как эффективное и предложил его активизировать. Наши компании интересуются целым рядом сфер. Это энергетика, это транспорт, это также здравоохранение и тоже энергоэффективность. И существует очень много французских компаний, которые уже наладили свои контакты, в том числе и в Ростовской области. И что тоже является преимуществом, это то, что у них уже есть партнеры, уже есть между прочим и совместные предприятия с российскими компаниями. И это очень важно, потому что это даст им возможность вести работу на перспективу и на долгосрочную основу. Обсуждаются значимые для региона проекты. Один из таких – канатная дорога через Дон. Французская компания уже реализовала аналогичный проект в Нижнем Новгороде. Затраты на строительство канатки оказались невелики и быстро окупятся. В преддверии чемпионата мира по футболу стороны обсуждают не только транспортные, но и энергоэффективные проекты. Очень высокий интерес иностранных компаний к нашему региону. Опять же, это подчеркивает то, что у нас привлекательные условия для работы, для инвестиций, потому что у этих компаний есть богатая альтернатива. Это не только другие российские регионы, это другие страны. В Ростовской области также интересны взаимодействия с такими компаниями, как Альстом и Сименс. Все эти отрасли мы обсуждали как раз с губернатором. Я очень надеюсь, что в этом замечательном крае Ростовской области нам будет возможно наращиваться присутствие французских компаний. Тем более, что это регион, в котором наши люди чувствуют себя дома и чувствуют также культурную близость. На встрече шла речь и об обмене студентами. Жан-Морис Рипер предложил организовать в Старочеркасске выступление молодых хоровых коллективов. Губернатор инициативы поддержал. Мария Индрикова, Станислав Фоменко, Главное бизнес. Миссия выполнима. Донские товары могут и должны конкурировать с европейскими, считают донские чиновники. И главную роль в этом они отводят региональному знаку качества «Сделано на Дону». Подробности у Анны Ларченко. Система добровольной сертификации товаров и услуг «Сделано на Дону» родилась несколько месяцев назад. Первые знаки качества семь донских предприятий, среди них Евродон, Юг России и Донецкая мануфактура, получили в ноябре прошлого года. Награды лидерам производства, известным далеко за пределами региона, вручил губернатор. Нынешняя политическая ситуация ставит донским производителям серьезные цели. Область нуждается в формировании позитивного имиджа продукции, товаров и услуг, производимых в Ростовской области. В повышении ее конкурентноспособности. В активном позиционировании как на внутреннем, так и на внешних рынках. Локомотивом в продвижении донских товаров и должна стать система добровольной сертификации. Качество производимой продукции сегодня – главный козырь в борьбе за рынок, инвестиции и дотации с федерального бюджета. Также в случае возможных санкций против России со стороны Евросоюза, качественные донские товары должны заменить европейские. По мнению экспертов, сил на это у региональной экономики хватит. Одних производителей пищевой продукции в области больше двух тысяч. Появление знака «Сделано на Дону» совпало с аналогичным конкурсом на знак качества для российских товаров, который был проведен Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. То есть мы движемся в общероссийском тренде, но движемся на шаг впереди. По мнению экспертов, предприятиям, получившим сертификат качества «Сделано на Дону», нужно больше его рекламировать. Пока ни один производитель не использует логотип для продвижения товара. Я помню знак качества в Советском Союзе, который был. Все гордились на предприятиях поддержать, что у них написано «Завод, который выпускает продукцию со знаком качества». Мы чего стесняемся? Может, это будет лишний раз какой-то очередной проверки, которая приезжает на предприятие, будет для них сигналом, что надо проверять аккуратно, не лезть туда, куда не надо. В этом году заявки на получение сертификата «Сделано на Дону» подали 30 предприятий. Анна Ларченко, Сергей Мирошниченко – «Главное бизнес». Кооперативное движение возрождается в новых формах потребительской кооперации. Добавились и другие виды добровольного объединения граждан – сельскохозяйственные, производственные и кредитные кооперативы. На съезд в Новочеркасск приехали три сотни делегатов. Татьяна Бочарова расскажет подробнее. Малый и средний бизнес развивает территории, дает работу людям. В Ростовской области фермерские и личные подсобные хозяйства производят 90% молока, 60% мяса и 87% овощей. Эта продукция при определенных условиях вполне может вытеснить привозной товар. Будем лоббировать нашу продукцию через сеть торгово-закупочную, снабженческо-сбытовую, которая сейчас формируется, и мы ее активно поддерживаем. Мы сетям государственную поддержку не оказываем, но чтобы туда войти, войти из своего товаропроизводителя, ему надо сначала объединиться, потому что главное условие сетей – это качество продукции, это ее товарный вид и это гарантированная поставка в течение сезона или в течение года равными партиями. Сегодня наш селянин зачастую этого не может единолично сделать, поэтому вот для этих целей создается кооператива. Поддержка и зеленый свет со стороны государства есть. Но а как разбудить деловой интерес на селе? Успехом соседа, хорошей идеей, проработанным планом ее реализации, как, например, при создании кролиководческой фермы в Азовском районе. Под хорошую идею люди идут сами. В этом мы уже убедились. И то, что эта идея, к счастью, сегодня движется как со стороны государства в виде грантов финансовой поддержки, так и со стороны предпринимательского сообщества в виде формирования вот этой структуры, инфраструктуры поддержки, а она заключается в том, что как раз потребительский кооператив и берет на себя функции поставки кормов, поставки оборудования и механизмов, поставки хорошего племенного стада, хороших лекарств для того, чтобы проводить профилактики, обеспечивает гарантии предпринимателю получить хороший результат и видеть перспективу ликвидности своей продукции. И еще один пример от участника съезда. Стараниями кооператоров в Белокоритвинском районе 130 хозяйств на своих подворьях будут разводить утку. У нас в кооперативе есть инкубатор, и мы сейчас приобретаем убойный и холодильное оборудование, и упаковочное. И хотим, чтобы максимально не строить у себя большие комплексы, не влаживаться и не брать большие огромные кредиты, а максимально привлечь людей, которые живут в населенных пунктах, не совсем где здорово все сработает. Птицеводство – выгодная, но рискованная отрасль. Надо все предусмотреть – от инкубатора до прилавка. Мы людям даем все – сусточного утенка, технологию, сопровождение ветеринарии. Мы забираем готовую продукцию гарантированную, за это платим деньги. То есть фактически человек работает. Дело реальное. Из 60 тысяч суточных утят через два месяца получается 120 тонн мяса. Для продажи его и других продуктов кооператоры намерены организовать в магазинах шаговой доступности свои уголки продаж. Таких проектов в разной степени реализации уже немало. Делегаты съезда делились опытом и вырабатывали стратегию совместных действий. И, кажется, сомнения предыдущих лет в необходимости кооперации уходят в прошлое. Татьяна Бочарова, Андрей Токарев. Главное – бизнес. И на этом наш выпуск завершен. Я желаю вам приятных выходных. До встречи на нашем канале в понедельник в это же время. Главное – оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова